Всем привет! Меня всё ещё зовут Саня, но если удобно, можете называть меня Мистер Бройлер. А это обзор на крайне недооценённый сурвайвл-хоррор этого года под названием Alone in the Dark. К сожалению, эта игра буквально утонула как в просто неоднозначных, так и в откровенно негативных отзывах профильной прессы, из-за чего, скорее всего, сначала просто с треском провалилась в продажах, а потом и вовсе дошла до того, что издатель игры закрыл студию Pisces Interactive, которая её разработала. При этом далеко не все игроки были согласны с мнением критиков, и если зайти на ту же страничку игры в Steam, то можно увидеть, что отзывы там в основном положительные. Я как раз из тех людей, которые считают, что игру не просто конкретно и не по делу обругали, но и выставили её чем-то, чем она в принципе не является. Так что сегодня буду её нахваливать, не забыв, конечно, про некоторые минусы, которые в ней тоже имеются, и надеюсь, что мой обзор, если вы вдруг тоже из-за вот этих вот всех негативных нападок на эту игру посчитали, что она не стоит вашего внимания, всё-таки передумайте и дадите ей второй шанс. Но перед тем, как я коснусь непосредственно Alone in the Dark 2024 года, хочу устроить небольшой экскурс в историю этой серии, потому что, да, это не что-то, что появилось с выходом именно вот этой игры. Эта франшиза существует очень давно, и она предопределила во многом большинство популярных сурвайвл-хорроров, в том числе тот же первый Resident Evil, который вообще бы, наверное, не появился на свет, если бы в 92-м году не вышла оригинальная Alone in the Dark. Собственно, после выхода этой самой оригинальной Alone in the Dark она обрела некий успех, из-за чего получила несколько сиквелов, которые, к сожалению, уже его повторить не смогли. И из-за этого игра ушла на небольшую, но заметную паузу, и вернулась на рынок, вернулась в поле зрения игроков только с выходом переосмысления, первого переосмысления этой франшизы в 2001 году под названием Alone in the Dark – The New Nightmare. Эта самая The New Nightmare довольно сильно отличалась от своих предшественников, хотя бы тем, что поменяла эпоху, в которой происходит ее действие, действие сюжета, и вообще всего, что мы видим в этой игре. По сравнению с тем, что было в самом начале этой франшизы, здесь уже временной промежуток был очерчен рамками середины-конца 90-х, а в оригинальных Alone in the Dark действие происходило примерно в 20-30-х годах. Ну и, соответственно, со всеми вытекающими это все сильно отличалось от того, к чему, может быть, кто-то даже успел привыкнуть, когда серия только появилась. Да и вообще, The New Nightmare во многом уже опиралась на более успешный Resident Evil, который насчитывал аж целых три номерных части, и это пошло игре на пользу, судя по любви игроков именно к этой части. Но, к сожалению, это не сильно повлияло на успешные продажи, из-за чего серию вновь отправили в спячку, из которой она пробудилась только с выходом Alone in the Dark 2008 года. Но, к сожалению, и в этом случае что-то пошло не так, потому что игра не только, насколько я помню, также не окупилась в достаточном количестве, но и уже обзавелась не самыми приятными отзывами игроков, которые как минимум жаловались на различные баги, недоработки, причем это действительно так и было, это не какие-то придирки, потому что игру даже переиздали с новым подзаголовком, и в этом переиздании уже многие вот эти моменты были исправлены, но к тому моменту все-таки поезд уже ушел, и, к сожалению, так никуда эта история дальше и не двинулась. Сам я в нее не играл, но помню рекламную кампанию, которая просто сочилась из каждого утюга, причем даже по российскому телевидению ее показывали, вот просто невозможно себе представить сейчас такое, но да, когда-то подобное происходило, и я помню, что многочисленные трейлеры, которые рекламировали эту игру, делали упор почему-то не на том, что это наследник какого-то легендарного сурвайвл-хоррора, а больше на том, что в игре вот есть революционная по тем временам физика, и, в общем-то, кроме технологии, как будто бы ничего об этой игре узнать из этой рекламной кампании было нельзя. После этого про серию снова забыли, и только в 2015 году вышла новая ее часть под названием Illumination, о которой я не знал вот вплоть до анонса именно вот этого Alone in the Dark. То есть она, судя по всему, была вообще никакущей, причем настолько, что ее даже особо никто дерьмом не поливал, потому что на нее, видимо, всем попросту было насрать. Ну а потом произошел анонс именно вот этой игры, и было заявлено, что она станет переосмыслением первой части, достаточно вольным, но все же будет на нее как-то опираться, и вот эти слова, в сумме с тем, что было уже понятно про эту игру, исходя из ее трейлеров и геймплейных демонстраций, это все убедило меня, что она заслуживает внимания, и с тех пор я за ней пристально наблюдал. Важно, наверное, упомянуть, что эту игру разработала Pisas Interactive, как я уже сказал, и она в прошлом сделала Magiku 2, то есть сиквел успешной игры Magica, которая очень сильно гремела примерно лет 10 назад. Я не могу сказать, лучше ли вторая Magica, чем первая, или хуже, в общем, я ничего про это не знаю, потому что сам в эти игры не играл, но хорошо помню, что обе части этой серии были очень популярные, и часто о них отзывались именно как о классных кооперативных приключениях. Так что, если вы любите вторую Magiku, то я думаю, в том числе из-за этого на Alone in the Dark 2024 года стоит обратить внимание. Ну и первое, о чем хочется рассказать именно относительно этой игры, это то, что в ней есть немало элементов, которые выделяют ее на фоне тех же самых ремейков Resident Evil, которые по праву можно считать эталонными представителями жанра survival horror. Например, здесь можно в любой момент по нажатию кнопки убирать оружие, что очень хорошо, я считаю, работает на погружение, особенно учитывая, что здесь вы играете либо за детектива, либо за девушку, которая его наняла, и которая, в принципе, преследует те же самые цели, что и он. Все-таки в таких условиях постоянно бегать с оружием наперевес, мне кажется, не самой лучшей идеей, и очень здорово, что разработчики предусмотрели возможность его убирать. Также здесь есть анимация, которая проигрывается, когда вы закрываете инвентарь. То есть вы в него заходите, смотрите там какие-то записочки, читаете их, еще с какими-то предметами взаимодействуете, нажимаете кнопку, инвентарь закрывается, и после этого герой закрывает такой некий дневник и куда-то его убирает. Да, понятно, что он его убирает в пустоту, он просто исчезает в этот момент, то есть было бы совсем хорошо, если бы это было как в том же Red Dead Redemption 2, но, к сожалению, тут не те бюджеты, и все равно, тем не менее, приятно, что такую возможность разработчики предусмотрели, и, по-моему, это также хорошо работает на погружение, как в то, что происходит в этой игре, так и в действия персонажа, которым вы управляете. А еще здесь есть моделька фонарика, которым вы пользуетесь на протяжении всей игры, и я понимаю, как это звучит, что это совсем какая-то мелочи-ерунда, которая должна быть в каждой игре, где используется фонарик, но, тем не менее, в том же самом Days Gone, которая сделана, очевидно, с гораздо большим вливанием в нее денег, этого нет. А здесь, в игре со скромными финансовыми инвестициями, назовем это так, это все предусмотрели, и, конечно же, если знать обо всем этом, то волей-неволей на это обращаешь внимание. Ну и еще здесь сделали отражение в зеркалах, которые почему-то стали каким-то вообще немыслимым для многих разработчиков достижением. Это буквально уже воспринимается как какие-то утерянные технологии древних. Нам часто рассказывают про то, что это вот очень сложно, нужен обязательно рейтрейсинг для этого, что отражение даже с рейтрейсингом, например, выглядит плохо, и мы должны к этому относиться нормально, потому что, ну, это очень тяжелая такая технология, очень тяжело именно визуально все это реализовать, но вот разработчики The Alone in the Dark на своем примере показывают, что ни хрена подобного, и можно делать это как в старину, когда просто брали и еще раз рендерили ту локацию, которая должна отражаться в зеркале, и, в общем-то, вполне себе это до сих пор уместно, и с этим не возникает никаких проблем. Ну, а теперь давайте поговорим про графику этой игры в целом. Я считаю, что она здесь просто на высоте, она разнообразная, арт-дирекшн очень крутой, очень много различных заигрываний со светом, с тенями, локации часто сменяют друг друга, они довольно разнообразные. Вот не поиграв в эту игру и просто зная о ней как-то поверхностно, даже вот предположить невозможно, что в ней настолько много всего сделали, настолько разнообразно подошли к тем местам, в которых вы пребываете, что на самом деле вот это поражает еще и с той точки зрения, что, как я уже говорил, эта игра явно делалась не на все деньги мира, но, тем не менее, разработчикам удалось вот такой вот не просто крепкий, но и очень впечатляющий уровень выдержать. Тут много различных деталей, очень детализированное окружение, много предметов расставлено в различных комнатах, и, как правило, это сделано не как-то там хаотично, а с каким-то пониманием того, что в конкретный момент по сюжету с вами происходит, поэтому вот этот аспект исполнен просто на 10 из 10. Мне бы очень хотелось перечислить те места, в которые вас забрасывает игра, помимо лечебницы Дерсета, в которой вы проводите большую часть времени, но мне очень не хочется испортить вам сюрприз, так что посею вот такую некую интригу и надеюсь, что вы не менее приятно удивитесь, чем я сам. Дальше стоит поговорить про не менее важный аспект игр жанра survival horror, и это, конечно же, боевая система. Она здесь представлена как огнестрелом, так и ближним боем, так что давайте по порядку расскажу вам и про одно, и про другое. Стрельба довольно приятная, я бы даже сказал, что она сделана на хорошем уровне, несмотря на то, что звезд у нас с неба, конечно же, не хватает, но в ней нет прям явных каких-то провалов. Звуки выстрелов здесь отличные, они на протяжении всей игры не дают тебе заскучать, тебе часто хочется стрелять именно из-за того, как здесь звучит оружие. Поэтому вот к этому точно никак не придраться. Ну а то, что касается анимации, которые все это сопровождают, то не могу сказать, что это прям как-то шедеврально сделано, и, конечно же, хуже, чем в том же самом ремейке Resident Evil 4, да и, наверное, хуже, чем в ремейке Resident Evil 2, но, тем не менее, я бы не сказал, что это какой-то провал. Когда вы нажимаете на левый курок, чтобы прицелиться, анимация проигрывается довольно плавно, даже с таким вот каким-то интересным эффектом, который есть в тех же самых современных Resident Evil, но его нет, например, в ремейке Silent Hill 2, в который я прямо сейчас играю, и прям вот явно обращаю на это внимание. Мне нравится стрельба в Silent Hill 2 ремейк, она тоже очень хорошая и очень залипательная, но все-таки, наверное, я бы сказал, что в Alone in the Dark она сделана получше. То есть сама боевая система в том плане, как вы взаимодействуете с врагами, как вы применяете какую-никакую тактику, все-таки во втором СХ на голову выше. Но в Alone in the Dark она не то чтобы хуже из-за этого, она просто работает как-то по-своему, особенно с учетом того, что здесь не такие уж и частые стычки с врагами, и все вместе это, в общем-то, выглядит как такая законченная, осознанная идея, которая из ниоткуда взялась, и уж тем более не из-за того, что разработчики не умеют реализовывать подобные элементы видеоигр, но просто вот так им хотелось, такая была задача, возможно, такая задача была сформулирована вследствие того, что игру не сильно хорошо финансировали, но тем не менее, то, как она работает, мне, например, вполне заходит, и я не сказал бы, что мне хотелось бы увидеть в ней что-то другое. А вот говоря про ближний бой, да, здесь уже не все так однозначно, потому что это, наверное, самый слабый элемент Elona The Dark, но при этом я не могу сказать, что это как-то бесит, или, например, отталкивает от игры настолько, что в нее в какой-то момент не хочется играть. Ближнему бою здесь не хватает какого-то центрирования на противнике, потому что камера в моменты этих стычек ведет себя как-то слишком свободно. Ну и импакт, конечно, можно было тоже от ударов сделать получше, потому что практически не ощущается разница, если сравнивать ситуации, когда вы просто лупите воздух с тем, когда вы ударяете непосредственно по противнику. То есть вот это хотелось бы, чтобы было сделано все-таки как-то получше. Ну и, конечно, стоит отдельно остановиться на головоломках, которых в этой игре с избытком, и вообще в сурвайвл-хоррорах это один из главных элементов, особенно если такие сурвайвл-хорроры вдохновляются представителями этого жанра, которые были в его золотые годы, то есть во времена PlayStation 1, PlayStation 2. А Ilona The Dark 2024 — это именно такая игра, потому что она, как я уже говорил, или не говорил, ну, может быть, сейчас первый раз скажу, все-таки она опирается во многом на то, что предлагают Capcom в своих резидентах, и особенно в ремейках старых частей Resident Evil, поэтому, конечно же, здесь этот аспект не обделили вниманием, и он сделан просто великолепно. Головоломок здесь много, они очень классные, при этом они не какие-то мозговыворачивающие, и баланс между интересностью и запутанностью соблюден просто идеально, на мой взгляд, но самое главное, наверное, это то, что эти головоломки не выбиваются из контекста происходящего, и лучше ощущаются, чем те же самые головоломки в современных Resident Evil. Разработчики Ilona The Dark практически полностью избавились от пресловутого лудонарративного диссонанса, который подразумевает, что геймплей не очень сильно сочетается с сюжетом. Вот в Resident Evil, если помните, в том же ремейке Resident Evil 2, основное действие происходит в полицейском участке, и мы там занимаемся всякой хреновней, которая, по идее, в таком месте, ну, просто никак не должна была происходить. То есть ищем различные ключи со всякими странными эмблемами, разгадываем, как работают запутанные механизмы, которых там попросту быть не должно, если отталкиваться от того, что происходит по сюжету. Но это вообще нормально для жанра, и довольно часто с ним происходит, часто просто невозможно без этого обойтись, но, тем не менее, разработчики Ilona The Dark каким-то образом практически полностью смогли этого избежать. А еще мне очень запомнилось в этой игре то, что головоломки иногда разгадываются не просто посредством записок, которые вы читаете и перечитываете, но и гораздо более неочевидными способами, которые требуют от вас прямо такой повышенной внимательности. Иногда в этой игре случается так, что вы упираетесь в какую-то головоломку и просто никак не можете ее разгадать. Вот буквально лезете в инвентарь, перечитываете все записки, которые у вас есть, по 10 раз, ходите туда-сюда по локациям, и никакого решения на ум вам не приходит. А потом до вас внезапно доходит, что когда-то еще в самом начале игры вам в инвентарь положили какие-то предметы, которые казались вообще необязательными и как будто бы лежат там для того, чтобы побольше рассказать вам о персонаже, за которого вы играете, или просто накинуть каких-то сюжетных подробностей. Но нет, по итогу оказывается, что эти предметы лежат там не случайно, и они нужны там, не знаю, в середине какой-нибудь третьей главы, хотя всего их здесь четыре. Такой подход к головоломкам, мне кажется, очень креативным, и такое мало где увидишь в сурвайвл-хоррорах современных, поэтому это прям жирный плюсик. Кстати, еще во многом головоломки работают очень натурально и не выбиваются из контекста происходящего за счет того, какой здесь сюжет, что в нем рассказывается и то, как он написан. Он вышел из-под пера, не побоюсь этого слова, легендарного сценариста, который до этого поработал над игрой SOMA от Frictional Games, и там он проделал просто феноменальную работу, из-за чего, кстати, я изначально в том числе этой игрой и заинтересовался. Когда я узнал, что именно этот дядька напишет сценарий для Elon and the Dark, я прямо на 100% был уверен, что если даже с какими-то геймплейными моментами будут проблемы или с визуальными, то в плане истории это будет просто вышка. И я в итоге не ошибся, потому что здесь не просто классная и очень интересная история, которая выливается в пять разных концовок, но и вообще весь текст в игре, он просто супер литературно написан, и каждую записку, каждую какую-то необязательную фигню очень интересно читать. Да и не только читать, но еще и просто слушать реплики персонажей, как какие-то обособленные, так и диалоги, так и постановочные моменты наблюдать, где много героев часто разговаривают и довольно нередко друг с другом взаимодействуют. Так что в этом плане здесь вот вообще, если кто-то вдруг каким-то образом к этому сумеет придраться, я, скорее всего, просто над таким человеком посмеюсь. Концовки, кстати, от многого зависят, и они иногда выпадают в таких местах, где вы не ожидаете увидеть вообще, что игра может закончиться. У меня, например, такое произошло ближе к финалу второго прохождения, за второго персонажа, за Эмили. Я случайно выбил бонусную концовку прямо перед тем, как можно было посмотреть основную. И меня это очень порадовало, потому что здорово, что не нужно проходить игру в третий раз, чтобы посмотреть еще одну концовку. Ну а на главных героях, и вообще на действующих лицах этой игры, конечно же, тоже стоит заострить внимание, поэтому давайте теперь расскажу вам про них. Главных героев здесь два, это Эдвард Карнби и Эмили Хартвуд, и в этом плане игра от оригинальной игры 92-го года ничем не отличается, это те же самые герои, хотя у них, насколько я понял, достаточно разные биографии, и вообще Элон и Дзе Дарк, хоть и берет какие-то элементы из самой первой игры, но очень сильно их переосмысляет, из-за чего это, по сути, два разных произведения. Отличия в прохождении из-за этих двух героев имеются, но основные столпы сюжета остаются неизменными. При этом то, что происходит между этими фиксированными точками сюжета, оно достаточно сильно отличается, и если вы пройдете игру только за Эдварда, но не поиграете за Эмили, то много чего не узнаете и много чего не поймете. Так что я, конечно же, настаиваю, что игру нужно пройти дважды из-за двух разных героев. Плюс есть еще некоторые незначительные отличия в геймплее, например, то, что у Эдварда и Эмили разные пистолеты, которые обладают разной огневой мощью, из-за чего немножко меняется тактика при сражениях с противниками. Это бы, наверное, было неважно, если бы здесь у оружия была какая-то прокачка, но ее здесь нет, да и она нафиг тут не нужна на самом деле, потому что временной промежуток, в котором все это происходит, он вообще к этому не располагает, и я считаю, что даже если бы как-то можно было всякие там апгрейды оружия вкорячить, то разработчики правильно сделали, что не стали уделять этому внимания. Тем более, что, как я уже говорил, здесь не то, чтобы часто приходится в кого-то стрелять или кого-то бить различными палками, кувалдами и всем остальным, так что в этом плане здесь все суперклассно сбалансировано. Но, возвращаясь к главным героям, хочу отметить, что они идеально сыграны актерами, которые подарили им внешность и озвучили их в том числе. Эдвард Карнби — это Дэвид Харбор, который многим известен по сериалу Stranger Things, а Эмили Хартвуд — это актриса Джоди Коммер, которую можно увидеть в сериале «Убивая Еву» или, например, в фильме «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом. За главными героями все время приятно наблюдать, у них очень классная мимика, которая в том числе достигнута неплохими лицевыми анимациями, да и даже отличными, наверное, можно и так сказать. Я считаю, что здесь, в этом плане, все выглядит очень кинематографично, и несмотря на то, что игра намного была, очевидно, дешевле в производство, чем любой современный Resident Evil, здесь в этом плане все сделано не хуже и даже как-то по-своему со своей очень узнаваемой изюминкой. Плюс этому на пользу идет вот та абстрактность всего происходящего, какая-то вот такая легенькая шиза, запутанность сюжета, и актерская игра, и сюжет, и технологии, которые в этой игре применялись, и арт-дирекшн, все это работает на пользу друг другу, и на выходе меня совершенно сразило на повал. Про других героев тоже могу сказать, что в плане актерской игры и вообще какого-либо перформанса все суперклассно, но, конечно, немножко попроще, чем в случае с Дэвидом Харбором и Джоди Коммер, но, тем не менее, не настолько хуже, что разница прямо явно как-то ощущается. Ну и, само собой, раз это сурвайвл-хоррор, то есть это ужасы, то важно выяснить, страшно здесь или нет. Мне тяжело об этом рассуждать, на самом деле, потому что я вообще в последнее время хорроров не очень боюсь. Это касается как фильмов, так и видеоигр. Раньше меня прям игры очень сильно именно своими страшными элементами отталкивали, но сейчас всего этого во мне больше нет. Я как-то преисполнился и стал обращать внимание больше на эстетику, чем на то, что меня пытаются напугать. Но, тем не менее, мне показалось, что игра не страшная в прямом смысле этого слова. Здесь нет каких-то лютых скримеров, на вас внезапно почти никогда никто здесь не выпрыгивает, так что, если вы вдруг боитесь именно вот этого, то выдохните, с этим здесь полный порядок. Вот знаете, я сам для себя вывел термин, который называю интеллектуальным хоррором. Например, мне нравится очень режиссер Майк Фленнеган, который снимает лучшие хорроры, на мой взгляд, вообще из всех, которые имеются как в плане кино, так и в плане сериалов. И вот его работы я считаю именно интеллектуальными хоррорами. То есть, вот у него есть, например, сериал «Призраки дома на холме», который тоже очень литературно написан, как и «Элон и Дзе Дарк», но при этом там очень много скримеров, которые вот именно что наводят в жути. Но во многих своих последующих работах он от этого отказался и стал нагнетать именно атмосферой, какими-то сюжетными подробностями, какой-то, опять же, вот эстетикой, которую я уже упоминал. И в этом плане «Элон и Дзе Дарк» это отличный представитель вот такой своеобразной флэнеговщины. Поэтому, если вы знакомы с работами этого режиссера, я могу помимо «Призраков дома на холме» перечислить и другие проекты, которым он приложил руку. Это, например, «Призраки усадьбы Блай», это, например, «Полуночная месса», это «Падение дома Ашеров», тоже сериал, который вышел в прошлом году. И на мой личный взгляд, это лучший сериал, который в прошлом году вообще появился. Так что, можно примерно вот с такими произведениями сравнивать в плане подачи именно ужаса «Элон и Дзе Дарк». И даже если совсем конкретизировать, то я бы сказал, что по сюжету и по тому, как он подается, «Элон и Дзе Дарк», она, наверное, ближе именно к призракам «Усадьбы Блай». Это, опять же, очень серьезное достоинство игры, как мне кажется, потому что напугать скримерами много ума не надо, а вот каким-то образом погрузить тебя в какую-то такую непонятную историю, как-то вот манипулировать твоим состоянием, вот, вкидывать какие-то тревожные подробности того или иного аспекта сюжета, это все-таки прям уже такое более высокое искусство, на мой взгляд, поэтому я в этом плане игре, конечно же, аплодирую. Ну и напоследок хочу еще сказать, что у игры идеальная продолжительность, одно прохождение занимает примерно 12-13 часов, ну а два прохождения соответственно где-то 22-24-25, вот как-то в этих пределах. Игра очень ровная, она на протяжении всей своей продолжительности остается интересной, она вообще не душит, и это тоже, я считаю, большое достижение, так что я бы, в принципе, даже за это ставил ее в пример многим другим survival horror, которые с этим справляются не так хорошо, будем откровенны, и им есть чему поучиться у вот этого проекта. В целом, это все, что я хотел сказать про эту игру, очень рад, что я не прошел мимо нее, да, конечно, я изначально хотел поиграть в нее на релизе, но не сделал этого в том числе из-за дурацких оценок критиков, подумал, что, наверное, не стоит такую игру с такой неоднозначной репутацией покупать за полную стоимость, но, тем не менее, когда цена на нее упала, я все-таки решил, что, скорее всего, она мне понравится, и я просто обязан хотя бы попробовать в нее поиграть, и в итоге, как вы уже поняли, я ни капельки не пожалел, и теперь просто с каким-то неимоверным рвением хочу советовать ее всем и каждому, а не только любителям сурвайвл-хорроров, потому что здесь действительно очень классная история, в которой после прохождения в том числе захочется поподробнее разобраться, а такое происходит далеко не с каждой игрой, и поэтому я думаю, что эта игра может быть интересна просто обычным игрокам, которые любят хорошие сюжетные игры. Так что пишите комментарии, если вы уже проходили эту игру, я с большим удовольствием подискутирую на эту тему, ну а если еще не успели приобщиться, или вас также, например, оттолкнули какие-то странные непонятные отзывы, то просто вот сегодня же, сегодня же попробуйте тем или иным способом до нее добраться, и я уверен, вы еще мне за это скажете спасибо. А с вами был Саня, он же Мистер Бройлер. Не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, и вы хотите видеть что-то подобное в дальнейшем, и подписаться, если еще не подписаны. Всех люблю, целую и обнимаю. Пока!